Всем привет, я Ростоцкий, а это Crusader Kings 3, сегодня мы с вами продолжаем играть за викингов в Индии и пытаемся сделать скандинавского чакра в арте. В прошлой серии нам с вами удалось создать свою религию, теперь у нас не японистская религия, а своя конфессия, которую мы сделали на основе джайнизма и осатру, которая называется осатру джайнизм. С помощью этой религии мы с вами наконец-то сможем нормально воевать и расширяться, потому что у японистской религии был пацифизм, у нас никаких казусбели не было по священным воинам, никаких вторжений, но с осатру джайнизмом у нас будет возможность нападать на кого угодно и завоевывать новые земли. В этой серии мы с вами будем заниматься Раджастаном, до конца его добьем, здесь по сути одной войны хватит, чтобы захватить королевство Хабария и забрать себе здесь небольшие герцогства, которые остались. Нам придется кстати повоевать с сильным Харасаном, с сильными эскандеридами, но я думаю, что особо никаких проблем у нас с тем, чтобы их победить не будет, потому что армия у нас сильная, денег на содержание нам должно хватить, так что думаю Раджастан уже в этой серии будет готов. Кстати, также было бы неплохо уже наконец принять разделение, потому что когда у меня будет Раджастан, точнее он уже у меня практически есть, из-за конфедеративного разделения наша страна может развалиться, этого вообще не хочу, поэтому надо будет в этой серии еще принять разделение, но для этого мне надо накопить престиж и нужно, чтобы все вассалы одобряли это решение, но это не сложно. В прошлой серии у нас помер император Торт, который и создал нашу новую конфессию, 26 лет он правил и к власти пришла императрица Тордис. У нее хорошая военка, это нам точно пригодится, потому что мы будем много воевать, и кстати, это первая женщина, которая правит в Скандинавской Индии. Из-за того, что в Асатруджинизме у нас теперь равенство, думаю, женщин-правителей у нас будет еще много. Кстати, надо будет ей еще найти консортов, хотя почему-то я сейчас не могу этого сделать, но вообще религия нам позволяет, возможно, надо запустить время, чтобы все процессы запустились. Ей 38 лет, значит у нас есть с вами примерно 25 лет до того момента, как она откинется, и я надеюсь, что после ее смерти к власти придет кто-нибудь достойный. Но в любом случае, наследника мы можем выбрать сами, и если выборщики будут нас поддерживать, то страна не пропадет, и к власти придет кто-то хороший. Сейчас я не знаю, за кого мне голосовать, проголосую за свою сестру, принцессу Ум. И кстати, нам с вами нужно перенести свою столицу в Хастейн. В прошлой серии я себе отобрал это королевство, потому что его унаследовал мой племянник, принц Бобунт, если я не ошибаюсь. Нет, не Бобунт, кто-то другой унаследовал это королевство, принц Ивар, точно, мой другой племянник, которого мы на самом деле очень сильно обидели. Я надеюсь, что когда он вырастет, он не будет мне мстить. Кстати, возможно, он вырастет хорошим человеком, благородный авантюрист, звучит круто, и может быть мы за него проголосуем, и Империю унаследует именно он. Так, давайте разбираться, что у нас вообще происходит в стране. Во-первых, вассалы ко мне не очень хорошо относятся, потому что у меня недолгое правление, я только пришел к власти, но в целом все очень даже неплохо. Потому что обычно, когда у нас меняется правитель, там целая куча фракций сразу же появляется, но здесь у нас все более-менее хорошо. Конечно, есть фракция сепартистов, но тут всего лишь один участник, и есть фракция поддержку претендента Бобунда, но здесь тоже один участник всего лишь. Меня немного расстраивает то, что у нас на королевствах сидят не скандинавские правители. Хотя в Махараштаре скандинавская королева, в Каранате тоже, в Тамилакаме и в Ланке скандинавские правители, но вот Кармаватииды имеют хиндустанскую культуру, Пинджаби-Раджапутская, Ивделя-Раджапутская, еще Мадхурейды есть, у которых хиндустанская. Хотя, хотелось бы, чтобы у них всех поменялись культуры на скандинавскую, но для этого надо их столицы обратить, чтобы они потом сами решили поменять свою культуру, ну, либо отнять у них титулы, если вдруг они против меня поднимут какое-нибудь восстание, и посадить сюда уже скандинава. Но на самом-то деле это не так уж и важно. Хотя, если у нас будут везде скандинавские короли, то я думаю, они тоже будут обращать свои провинции в скандинавскую культуру. Хотя на самом-то деле я не вижу вообще, чтобы хоть где-то, кроме тех провинций, которые я лично обращал, была скандинавская культура. Видимо, вассалы этим не хотят заниматься, у них какие-то там свои дела и свое мнение на этот счет. Ладно, во-первых, мне нужен управляющий получше. В Хестейне надо повышать контроль, и королевство надо привести в порядок. Давайте запустим время. К счастью, все мои прямые вассалы исповедуют Асад Руджайнизм, и мне не надо их всех обращать. Но есть еще вассалы моих вассалов, и вот они далеко не все исповедуют нашу новую религию. Надо будет это исправить обязательно, но для начала нужно, чтобы все ко мне хорошо относились. Было бы неплохо вот этого Ивра пригласить ко двору, хотя он вроде бы как сейчас находится в Хестейне, но, видимо, он просто в гостях и в любой момент может покинуть наш двор. Я бы хотел дать ему опекуна какого-нибудь, но он далеко, и никак взаимодействовать я с ним не смогу. Надеюсь, к какому-нибудь двору он примкнет все-таки в нашей стране, и его можно будет в Варяжскую Гвардию, например, отправить. Может быть, он там наберется опыта и станет еще лучше. Или он там потеряет какую-нибудь конечность разную, может произойти в Варяжской Гвардии, но пока что не об этом. Чтобы напасть на Хабари, я должен стать воплощением Добродетели, конечно же. До этого мне еще долго, и плюс мне надо накопить престиж, потому что он у меня сейчас отрицательный. Поэтому устроим пир, собираем всех гостей, и у нас, конечно же, скисает все вино, и я не могу купить новое. Очень жаль. А если у меня какие-нибудь пленники? Нет, пленников у меня вообще нет, то есть золота я нигде не смогу взять. Ладно, теряем 75 престижа, но за 145 золота я получаю. У меня родился сын. Это мой первый? Да, это мой первый сын. А, стоп, консорты у меня есть. А что стало с интерфейсом? Я поставил какой-то мод и не заметил этого? Похоже на то. Консорты вообще должны быть здесь, справа. Теперь понятно, почему я могу новых найти, потому что у меня уже есть трое, но что-то странное с интерфейсом стало. Возможно, я действительно какой-то мод поставил, или интерфейс изменился в игре, и я этого не заметил. Ладно, неважно. У меня родился сын, Кнут. Хорошее имя. К сожалению, никаких черт у него нет, хотя у его отца крепкое тело было. Но надеюсь, у меня будет еще много новых детей, и кто-нибудь из них будет хорошим. Одно за другим, новые блюда прибывают в зал, и вот я чувствую ни с чем не сравнимый аромат, улыбаясь. Мой верный король Пходжа и лимон совершенно несовместим. Какое несчастье, надо было сообщить об этом повару. Приветствую всех и надеюсь, что каждый найдет блюдо себе по вкусу. Особенно вы Пходжа, наслаждайтесь. У него плохая реакция на еду, серьезный штраф к здоровью. Ого. Кстати, если у него будет серьезный штраф к здоровью, может быть он умрет. Хотя вряд ли, у него иживительная дружба, хорошее здоровье. Так что его лицо после спасения от еды, это просто нечто. Я получу 75 престижа, так сказать, откуплюсь из-за того, что у меня вино пропало. Еще влияние на него получу. Не знаю, правда, что с этим влиянием мне делать, но пусть будет. Жаль, я не могу простить вассалов сменить свою культуру. Хотя бы за влияние. Гости уходят. 150 престижа, но не так много, как хотелось бы, но хоть что-то. Из минуса надо выходить. Было бы неплохо найти себе какого-нибудь мужа. Этот принц Хродальф, которого я взял в прошлой серии, на самом-то деле мне не так уж сильно нужен. Конечно, благодаря этому у меня есть союз с Ланкой. Но давайте, пожалуй, разорвем помолвку. А, я 350 престижа потеряю, если я разорву помолвку. Ладно, а может быть мы его убьем? Конечно, я смогу, наверное, это сделать. Но еще меня могут раскусить, и тогда я стану разорителем династии еще. Ладно, не будем тогда мы его убивать. Вырастить станет моим мужем, и тогда я получу уже престиж. Осталось всего 3 года. Что? Зловредная императрица Тордис, чтобы вас живьем зашили в брюхе мертвого верблюда, и давно жажду заполучить твои земли. Довольно пустых ожиданий. Настало время обрести то, чего я заслуживаю. Это кто такой? Что? Бутросиды? На самом-то деле, я давно об этом говорил, что они могут на меня напасть. Но я не думал, что они действительно это сделают. И это на самом деле очень неприятно, потому что я никак не смогу от них отбиться. Скорее всего, у них огромная армия, 13 тысяч. Мы, конечно, тоже сильные, но не настолько. В Индии мы без проблем уничтожим кого угодно, но вот бутросиды прям жесткие. Что мне делать? Сдаваться? Они хотят забрать герцог Сватаис. Вообще, эти земли никогда мне особо не нужны были, но я даже не знаю. Очевидно, что если я буду с ними воевать, то я потеряю солдат, потеряю золото, и вряд ли смогу победить. Так что есть смысл просто сдаться прямо сейчас. Но вот статус-кво был бы неплох, но вряд ли я смогу на него вывести. Давайте подумаем, заговором я этого Альмуазама точно не убью? Это священная война или что? Арабское завоевание. Покорение герцогства. То есть это не война за претензию, и если я его убью, то война все равно не закончится. Хм, да, наверное, нам придется сдаться, потому что других вариантов нет. Я точно не смогу отбиться от бутросидов, они очень сильные. Тем более у них есть союзники, если не ошибаюсь. Давайте просто сдадимся. Что я потеряю? По сути-то ничего. Престиж я не теряю, так что да. Придется сдаться и отдать это герцогство. Отбить его я бы не смог. Я уверен, что они снова на меня нападут, когда у нас закончится перемирие. Но надеюсь, что к тому моменту мы будем уже посильнее. Да, обидно, конечно, терять эти провинции, они в принципе были неплохо развиты. Ну и пошли вы, бутросиды. Все было так хорошо, пока вы не приперлись. Вообще было бы неплохо найти себе союзников. Но проблема в том, что никто со мной дружить не хочет. Но мне нужен союз не с моими вассалами. Опа. Тадхуоны. Стоп, что происходит? Что? Что? Что происходит? Откуда? Что с картой? Откуда здесь вот это все? Ау, кажется, я понял. Дело в том, что я тестировал один мод, который немного расширяет карту, как вы можете заметить. Он называется Викториан Кингс и добавляется там три новые стартовые даты в 19 веке. И я случайно запустил сборку с этим модом. Но на самом-то деле ничего страшного в этом нет. Конечно, у нас тут появились вот эти вот страны. Казым, Ярмоланд, Югра. Вроде бы их не было. Но они нас никак не коснутся и нам не помешают. Все новые земли, которые тут появились, они не заселены и все в порядке. Так что можно не переживать на этот счет. По сути, ничего не изменилось, если не считать того, что появились вот эти вот земли. Да. Так что можно со спокойной душой продолжать. Но я, если честно, испугался. Да. Из-за того, что я играю на Айронмене, я не смог откатиться назад и начать заново эту серию. Поэтому мы просто продолжим уже с этой сборкой. Здесь ничего не меняется, кроме того, что карта у нас расширилась. Все. Успокоились. Все хорошо. Мне нужен альянс. У меня есть сын, который недавно родился. И я хотел сделать альянс с Татхаунами. Заключаем брак. Они мне помогут. И если я вдруг захочу напасть... Если я вдруг захочу напасть на Эскандридов или на Харасан. Потому что у них целая куча альянсов. Харасан вот дружит с Варшиспидами, которые тоже сильные. 5300 армия. У Эскандридов союзников поменьше, но все равно они сильные. Хотя вроде бы с ними я смогу без проблем разобраться. Хоть тут и показано, что они сильнее, но их союзники далеко находятся. Хотя дойти до меня будет не так уж и сложно на самом деле. А, у них еще есть союз с Бутрасидами. Понял, понял. Надо будет это все потом исправить. Этих ребят, правда, не должно быть здесь, по идее. И мне придется чуть дальше расширяться. Бенгальская империя, потому что стало побольше. Эх, неприятно, конечно, да. Мир у нас должен был обрываться вот здесь. Ну ладно, принимаем новые условия, так сказать. Да, я хотел напасть на Эскандридов или на Харасан. Но у них сильные союзы. Поэтому, наверное, мы с кем-нибудь послабее повоюем. У кого из земли Раджастана. Например, вот Пратихара, танк С. Какая все-таки огромная династия Пратихара. И даже у меня есть их кровь немного. Нам надо забрать на них вот это графство Кашмир. Давайте объявим войну. Угу, мне не хватает престижа. А священную войну я сделать не могу. Видимо, потому что они для нас заблудшие. Да. Ладно, давайте тогда еще подкопим золото. Устроим охоту. Раз уж мне пока не хватает престижа, чтобы на кого-то напасть. Хотя, может быть, я найду кого-то, чтобы за благочестие повоевать. Нет, тут, видимо, все заблудшие. Ну ладно. Тогда будем просто копить престиж пока что. И надо будет пир устроить еще. Моя лошадь Красный Заяц стала довольно известной. Прослышав об этом животном, ко мне обратилась прославленный Берейтер, предлагая свои услуги. Взамен я прошу совсем немного. Ему нужно стать сильнее, ему нужно научиться быть быстрее, выносливость, свирепость. Не знаю. Пусть он станет сильнее. За 45 золота. Красный Заяц хорошо учится, результат уже виден. Прекрасно. О, еще одна беременность. От моего красавца-мужчины. Но зато вот эти вот новые страны, которые тут появились, добавят немного веселья. Для местных правителей. Все, мы можем создавать охоту. Зверь. Нет, божество в зверином обличье и словно вышел из легенд. Олень таких размеров встречается, наверное, лишь раз в жизни. Даже когда животное удалось ранить, за ним пришлось гнаться еще полдня. И даже его безжизненная туша оставляет величественное зрелище. Ун тоже благовейно выдыхает. Впервые такое вижу, госпожа. Охотничий трофей можно взять. Плюс престиж. Но можно дать трофей брату. Всю славу дать Ун. Или сделать корону. Из черепа 24 ужаса. Да смысла в этом нет на самом деле. Мы возьмем охотничий трофей. Чтобы престиж быстрее роса, то что это такое? Минус 102. Все, охота закончилась. 150 престижа. Теперь у меня 47. Еще немного надо подкопить, и я смогу воевать за графство. У меня родился сын. О, красавец. Замечательно. Опа, во фракции сепартистов теперь два участника. Король Карнпал и король Найапала. Да, они действительно сильные. Может быть, я смогу с ними альянс сделать. Хотя бы вот с этим чуваком, Мадхураидом. Да, я могу сделать брак. Все. То восстания сепартистов мне сейчас вообще не нужны. Все, до свидания. Отлично, престиж есть, можем нападать на Протихару. Кстати, что здесь происходит? Что с этими горами? Почему они так ужасно выглядят? Так и должно быть, или это все особенности вот этого мода? Не знаю, но неважно. Давайте на них нападать. Забираем графство одно. Больше мне ничего от вас не надо. Мой вассал Грифиня Фейна с ног до головы осматривает моего скакуна. Добрительно кивая головой. Вот это жеребец, моя императрица. Для меня было бы честью, если бы вы позволили мне проехаться. Да, конечно, катайся или нет. Я могу взять престиж. Красный заяц только для меня. И вообще, смени свою религию. Не позорься. Кстати, мы можем взять себе новое наследие. Максимальный объем добычи увеличить. Хотя мы вроде бы в налеты не отправляемся. Но было бы неплохо, кстати, отправиться. Я же могу до сих пор это делать? О, нет, не могу. Ладно. Значит, смысла брать наследие для налетов нет. Но вот странные боги, кстати, хорошая вещь. Разная конфессия плюс 15. Мнение графства другой конфессии минус 50%. И стоимость обращения еще понижена. Вероятность принятия требования о смене конфессии членами династии плюс 50. Я думаю, мы возьмем это. Хотя было бы неплохо еще взять себе кровь, чтобы черты получше наследовались. Но уже ладно. Какие тут ужасные горы. Что мне надо осадить вот в эту провинцию? Погнали в столицу через эти непонятные горы. И мой новый союзник зовет меня в войну. Что у вас происходит там? Вы же и без меня должны справиться. Хотя вряд ли. Но я пока со своей войной разберусь и звоните, конечно. О, наконец-то мой жених вырос. Хротальф. Делаем брак. Все. Теперь у меня есть муж наконец-то. Надеюсь, меня не убьют, если я сейчас буду лично командовать армией. Все хорошо. 100% плюс графства. Пусть остается моим пока. Надо каким-то образом мне накопить благочестие. Потому что священную выну за королевство уже давно пора объявлять. И, кстати, в будущем, когда у меня будет слава мирская, я смогу еще сделать покорение. Правда, не знаю, кого я буду покорять. На данный момент я могу покорить только ламбаканов. Хотя я этих ребят тоже могу. Но это слишком маленькое королевство, чтобы его покорять. Ладно, давайте пойдем дальше. У нас еще тут есть провинции, которые надо забрать. Хотя я могу допасть на эскандеридов прямо сейчас. У них больше нет союзов сильных. Надо забрать у них вот это герцогство и осенит. Можем сделать священную выну за герцогство. Либо объявить войну по претензиям моих вассалов. Но тут много престижа потратится. Я все равно герцогство не полностью заберу. Да, давайте сделаем священную войну. Погнали. 4000 солдат нам должно хватить. Куда мне идти? Вот сюда, наверное. О, снова беременность. Хорошо. Кстати, мой племянник Ивар довольно-таки неплохо устроился. Он помолвлен на королеве Краке. Которая правит в Тамилакаме. Отважный, заносчивый и честный. В целом неплохо, но образование у него отстойное. И у них там отрилинейный брак. Это не очень приятно, потому что потом у ее детей будут наследники. С претензиями на наше королевство, наверное. Покачивая в руках ребенка, оператор Хродль смотрит на меня. На его лице написано безмятежность, любовь, а пожалуй мы могли бы назвать его Рагнер. Это имя носит твой привлекательный кузен. Ну вообще это имя много кто носил еще до моего кузена. Но хорошее имя, я согласен. Когда красный заяц с трудом выходит из той лаволоча ноги, опустив голову, у меня не остается сомнений. Жеребец болеет. Главный коних уверяет, что от этой болезни есть лекарство, но оно дорого стоит. Снова расходы на коня. Какие плюсы он мне вообще дает? Престиж 0.2 и размер оплачения плюс 10% не так уж и много на самом деле. Но 60 золота потратить на него в принципе не жалко. Господи, какие же здесь отвратительные горы. Моя тайная советница приносит печальные новости. Кто-то задумал убийство и его цель мой сын кнут. Что? Кто хочет убить моего сына? Какое зло он сделал вам? Кстати, я совсем забыл о том, что я хотел создать титул главы конфессии. Для этого мне надо истовую веру. Но у меня тут не так много осталось. Надеюсь, я смогу отправиться в паломничество в скором времени. Война объявлена. Клан Хабарьев. Мне объявили войну Хабари. Серьезно? Оу. Они хотят королевство Пинджаб. Неужели они настолько сильные, что могут меня победить? Союзников у них вроде бы сильных нет. А с чего вдруг вы решили на меня напасть? Яхмат им еще поможет. 2400 солдат. Хорошо, хорошо. Хотите драться? Давайте драться. Сейчас я тут уничтожу армию Мавера Нахра и пойду наказывать Хабари. Они уже здесь. Осаждают мои провинции. Извините, ребята, я недолго отвлекусь. Так, надо здесь еще поднять солдат. Еще, кстати, надо будет обязательно священный орден основать, чтобы он нам помогал. А то я чувствую, это не последняя война, которую мне объявляют. Кто-нибудь наверняка захочется есть у меня кусочек. Все, погнали. Пусть ты императрица, но ты все равно мерзкая шлюха. Неспровецированное зло, что обрушила на меня моя соперница. Махидеви стала для меня полной неожиданностью. Она в последнее время здорово нервничала, но в ответ на просьбу объясниться, на меня обрушились новые оскорбления. Я отвечу тем же, Кабаниха. Так, мы теперь соперники. Ну, ладно. Надеюсь, ее убьют в какой-нибудь из битв. Наверное, я сделаю с пинжабом Белый мир. Навязывать требования смысла нет, хоть я и 300 золота заработаю, и еще и благочестия, но просто не хочу с ними возиться. Мне нужны вот эти провинции. Теперь возвращаемся в горы. Самое фиговое, что в этих горах ужасное снабжение. И у меня просто так воин гибнут. Кстати, надо бы распустить немного нас. А то очень много денег тратится на содержание. Все, 95% навязываем требования. Наконец-то эта горная война закончилась. Но мне все равно на них придется еще раз напасть, потому что тут... А, нет, не придется. Надо напасть на ясенидов. И еще я хочу избавиться от вот этой королевы Сундаридеви. Потому что она меня не любит, она хочет место в совете, но никакое место я дать не смогу. Хотя она скоро умрет. Да, можно не париться. Просто это сильный вассал еще и другой религии, которая ко мне плохо относится. Такое нам не надо. Вот потом к власти придет ее сын, он уже попроще будет. Хотя у него тоже хрупкость, болезнь. Надо будет от них избавляться. Такие нам не нужны короли. Так, ясениды. А, у меня пока долг, не могу объявить войну. Давайте подождем немного. Все, можно нападать, тут всего лишь одна провинция. Завоюем графство. Все, побежали. Я направляюсь к конюшне, и красный заяц приветствует меня радостным ржанием. Он, похоже, радуется о хорошей погоде и не прочь поразмяться, как и я. Ну, давай усердное обучение, доблесть плюс один. Не так много, конечно, но почему бы нет. Хотя стресс получу. Кстати, истовая вера у меня уже есть, это значит, что я могу создать титул главы конфессии. Глава конфессии, это я. Это значит, что я могу делать великие священные походы. Так ведь? По идее, да. Глава конфессии может развязать великую священную войну, если конфессия организована. У нас она организованная. Я глава конфессии, замечательно. Это еще сильнее упростит нам захват всей Индии. Хотя, конечно, вот эти вот земли, которые у нас тут появились, в мои планы не входили, но надо будет ими тоже заняться. Надеюсь, вот эти огромные страны, Бермаланд, Югра, Казым и Ангара, они развалятся. Потому что как-то они меня сильно пугают. Они тут такие большие, хотя им до меня далековато, но все равно. Их сюда никто не звал, а они появились. Хотя никто не сомневался в истинности нашей веры. В те годы, когда мы обходились без духовного лидера, нам пришлось тяжело. Но теперь это испытание подошло к концу, и Сангха наконец согласилась признать, что я Ачария. Теперь, когда верующие собрались под моим знаменем, я приведу Асатру Джейнизм в Золотой Век. Все правильно. Дославиться Тиртханкары. Усиляем наше рвение, хотя у нас так оно на сотке. Теперь наш титул называется Ачария. Все, победа. На севере здесь мы все захватили, что нам надо. Остались только вот эти вот провки. И Раджастан будет полностью готов. Ну и не считая Хабари, конечно, но я думаю, мы прямо сейчас на них нападем. Давайте воздвигнем руны Камень. Эти провинции я отдам, они мне не нужны. И, кстати, я хотел отправить Ивара в Варяжскую гвардию. Я могу это сделать. 350 престижей это стоит, не страшно. Пусть отправляется. Не знаю, что там с ним случится, но если что-то плохое, то в принципе это не так уж и плохо будет. Потому что он мне, скорее всего, будет только мешать. Хотя стоп, я ведь его лишил всех претензий. Он, по сути, вообще бесполезный. Да, зачем я его отправил, непонятно, но пусть, пусть. Кто-то из нашей династии должен быть в Варяжской гвардии. Я думаю, что это уважаемо. Так, Хабари, давно уже пора на вас нападать. Что насчет Великой Священной войны? Как мне ее сделать? Я могу сделать вторжение, могу сделать покорение. А где Великие Священные войны? Неужели их нет? Но ведь у меня должна быть эта возможность. Странно. Может быть, это делается где-то не в объявлении войны, хотя, по-моему, именно там. Странно, но ладно. Ну и займемся пока вот этими провинциями. И сразу же Джумали объявляем войну тоже. Собираемся. Забыла, правда, золото подкопить, но неважно. Думаю, эти войны быстро пройдут. Здесь мы сразу же берем правителя в плен. До свидания. Идем в Джумалу. Еще одна победа. Раджастан у нас практически весь. А, тут вот еще есть два графа. Хорошо. Их надо тоже захватить. Готово. Еще две провинции. Теперь точно у нас остался только Хабари, в котором, кстати, сейчас восстание. Интересно. Напасть на них я, правда, до сих пор не смогу. Хотя за это время можно было уже по герцогствам это есть. Но все-таки лучше сделать священную вну за королевство. Или набрать славу мирскую. Пожалуй, давайте накупим деньги и устроим пир, потом на охоту сгоняем. Я долго думал, моя роза говорит фрирок и осторожно ставит мне на стол корзинку. Кто станет подходящим товарищем для столь верного, энергичного и общительного человека, как ты? И тут меня озарило. Собака и только собака. Фредик снимает с корзинки покрывало, под которым обнаруживается крохотный щенок. В веселом возбуждении. Тот прыгает ко мне, споткнувшийся край корзинки. Ой, какой, я тебя никуда не пущу. О, собака, хорошо, у нас и конь есть, и собака, еще кошки не хватает, и питомник целый будет. Как мы его назовем? Конечно же, гнида. Какое чудесное имя. Опять у нас конь заболел, ну сколько можно? Я устал уже на него золото тратить. Конь умер от болезни. Больше у меня нет сильного и выносливого боевого коня. Очень жаль, но я устал тратить на него деньги. Прости, конь. Ладно, пока я коплю славу мирскую, можно повоевать, в принципе, с этой стороны. У нас тут есть микрокоролевство размером с одно графство, и я его себе заберу. Кстати, еще, за счет того, что у меня есть разжигатель войны, мои васалы не расстраиваются из-за того, что я много воюю. Они, наоборот, расстраиваются, если я не воюю. Это очень хорошо, потому что минус от наступательной войны меня уже просто убивает. Сегодня до меня дошли печальные новости. Мой сын Кнут Полин, у него чахотка. Так, так, так. Пришло время для решительных действий, посмотрим, что с ним сделает мой врач. О, значительное облегчение симптомов, неплохо. Надеюсь, чахотка на меня не перекинется. Наконец-то. Новый уровень репутации я могу сделать. Вторжение в королевство Хабари. Сразу же, не задумываясь, просто объявляем войну. Не знаю, кто у них там в союзниках. Варши Спиды, которые им точно не помогут, потому что у них восстание. И ебанут Аглибы, которые вряд ли чем-то мне помешают. Все, погнали. Давно пора уже Хабари себя забирать. Все, забираем столицу Хабари, несколько провинций я осадил, победил в битве. Моя знакомая Пертал уже какое-то время демонстрировала признаки беременности, но мне никогда не приходила в голову мысль, что мой муж может иметь с этим что-то общее. И теперь стало очевидно, что Хродольф является настоящим отцом ребенка, которого вот-вот родит Пертал. Эх ты, муженек. Как ты мог так со мной поступить? Вали в тюрьму. Он мне войну объявил. Ты изменщик. Ну подожди. Подаю на развод. Все, до свидания. Нахожу себе нового хорошего мужа. И посмотрите-ка сюда. Принцесса Глот. Моя племянница. Какая она хорошая. Не считая ее черт, цинизм и садизм. Переменчивость не так страшна, но... У нее хороший интеллект. Она поэт. Убедительный харизматик. У нее отличная дипломатия. Думаю, что она может стать нашим наследником. Вполне. Я за нее точно проголосую. Пока что других кандидатов я не вижу. Хотя у меня еще есть сын. Принцерн Бьерн. Он тоже неплох. Посмотрим, какое будет у него образование. Но Глот, кстати, очень хороша. Надо ее ко двору пригласить. Дать ей хорошего мужа. Я надеюсь, что дети у него будут такие же хорошие. Муж у нее тоже с интеллектом. Только ему надо религию сменить. Вроде бы все ее поддерживают. Так, я забыл разобраться со своим мужем. Будем воевать на два фронта. Надеюсь, я сейчас заберу столицу и сразу же его в плен возьму. А лично буду возглавлять эту осаду. Чтобы показать мужу бывшему, что он совершил большую ошибку. Мой сын Арн Бьерн вырос и он неплох. Но все равно пусть лучше наследницей будет принцесса Глот. Она очень хороша. Все. 97% королевства Хабари теперь мое. Наконец-то. Империя Раджастан теперь полностью моя. Осталось нам захватить только Бенгальскую империю. И именно этим мы будем заниматься в следующей серии. Так, теперь вот эти все земли, которые я забрал. Во-первых, нужно обращать всех вассалов, которые у меня тут появились. В идеале, конечно, было бы у них титулы отнять. Но у меня нет никаких законных оснований на это. Хотя я, наверное, королевство создам чуть позже. Сейчас я хочу основать священный орден. Только надо тысячу благочестия накопить и 500 золота. Тордис, вы великолепны на поле боя. Но действительно ли враги боятся вас, говорит Сигрит. Мне случалось видеть, как Сигрит с воем обрушивает нечеловеческую ярость на поле боя. И как бесчисленные враги лежат у ее ног. Сигрит в ярости выглядит словно сами Тиртханкары. Присядьте со мной у костра, давайте разбудим вас ярость, приглашает она. Давайте, только найду медвежью шкуру. Опа, я могу стать берсерком. Давайте попробуем. Мы сидим у костра и распиваем заклинания. Я сжимаю зубы и закрываю глаза. Тело охватывает дрожь. Что-то просыпается вам, не захватывает меня. Я сбрасываю пелену бешенства. Сигрит стоит рядом со мной. Вы продемонстрировали отличную ярость. У Бревен не было ни единого шанса, усмехается Сигрит. Очевидно, бешенство заставило меня работать всю ночь. По крайней мере, дров нам хватит на несколько недель. С нетерпением жду следующего боя. О, наша императрица стала берсерком. Очень круто. Дипломатия, правда, от этого минусуется. Но первый раз я такую черту получил. И теперь я могу основать Священный Орден. Пусть она будет у нас тут в Хестейне. Город Комбойка. Буйволы Решапхи. Неплохо звучит. И на этом, я думаю, мы будем заканчивать нашу серию. В следующей мы будем захватывать Бенгальскую Империю. Надеюсь, что мы сможем сделать все за одну серию. Но если нет, то через серию уже будет финал. Так что, если эта серия вам понравилась, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Если вы до сих пор не подписаны, пишите в комментарии, как вам эта серия. Вступайте в группу ВК. Всем спасибо и всем пока.